Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист, и сегодня у меня в гостях Александр Краев, эксперт Совета внешней политики «Украинская призма». Александр, здравствуйте. Да, здравствуйте, добрый день вам. Сегодня будем говорить о саммите СНГ и «Золотых кольцах в подарок», чисто такой пацанский жест, послание президенту Казахстана «Россию исключат из ООН или нет» и о многом другом. Но об этом сразу после того, как мы ответим на вопросы от наших зрителей. Напоминаю, что это короткие вопросы, короткие ответы. Блицин-тревью. Вопрос первый. Как понимают россияне эту войну? Какая у нее цель? Изменилось ли их понятие? На самом деле, боюсь, что большинство россиян даже не могут ответить на этот вопрос. Единственный нарратив, который остался с самого первого дня и до дня сегодняшнего, это то, что они борются с нацистами. Это то, что они пытаются победить неонацистов, которые угрожали существованию России. Все остальное и территориально, и политически, и социально со временем менялось. Поэтому мне сложно представить, какая каша в голове, скажем так, у обычных россиян. Если мобилизация не получится, что будет делать Путин? На самом деле, кроме мобилизации, у него существенных иных рычагов влияния на ситуацию нет. Очевидно, что ядерное оружие для него это смертный приговор. И его личный, и всего того политического режима, который он строил. Поэтому единственный его шанс это каким-то образом удерживать ситуацию на фронте и пытаться в тот же момент подключить Беларусь. Поэтому так или иначе, он очень надеется и на мобилизацию, которая пополнит ряды, и на Беларусь, которая отвлечет на себя ЗСУ. Беларусь подключится? Так или иначе, Беларусь с первого дня уже является страной-соагрессором. С ее территории наносились удары. Была информация о том, что ограниченная часть белорусских военных находилась в Украине во время вторжения. И мы понимаем, Беларусь уже на этом направлении работает. Но сейчас Лукашенко делает все возможное, чтобы не делать второго полномасштабного вторжения. Ведь он знает, что оно захлебнется. И вот в продолжение предыдущего вопроса. Министр обороны Италии утверждает, что Москва готова к превентивным ядерным ударам. Это возможно? К несчастью, это до сих пор возможно. Скажем так, как мы уже много раз с вами говорили, эта вероятность приближается к нулю, но никогда нулю не равняется. Так или иначе, доктрина ядерного сдерживания Российской Федерации уже раз 10 была сломлена и была нивелирована действиями украинских вооруженных сил. Поэтому да, у Москвы всегда остается возможность, вариант применения ядерного оружия. Другое дело, готовы ли они сами к такому сценарию? И вот исходя из этого, следующий вопрос. Слабого Путина боятся больше? Смотря где. То есть есть же несколько взглядов. Внутри страны слабый Путин никому не нужен. То есть понятное дело, что ни олигархам, ни населению в той ситуации, в которой они оказались, слабый лидер ни к чему. Если мы говорим про Запад, то тут опять-таки разные абсолютно взгляды. Британии нужен слабый Путин, потому что для Британии это победа. Британия понимает, что без Путина как минимум настанет экономический и политический кризис, который не даст России продолжать агрессию. Американцы смотрят на это немножко иначе. Они понимают, что со слабым Путиным Россия может стать просто очередной сырьевой провинцией Китая. А это не тот вариант развития событий, который для американцев выгоден. Поэтому слабый Путин, он и нужен, и не нужен одновременно, скажем так. А в Кремле считают его слабым? Пока он остается там, очевидно, нет. Или же, конечно, как всегда, возможен другой вариант. И на него хотят повесить все грехи, чтобы в конце концов его компашка, там, Песков, Пригожин и все остальные вышли, ну, не скажу сухими из воды, но как минимум самое страшное, что было содеянно за эту войну, осталось на Путине. А они имели хоть какие-то шансы, там, через 5-10 лет восстановиться и продолжить контакты с цивилизованным миром. И вот такой, может быть, странный вопрос, но все же. Если Путина устранят, то устранят и его двойников? Если мы берем за основу ту версию, что они существуют, то, вероятнее всего, да. Потому что, если уже нужно устранить человека с политической арены, то любые его следы должны заметаться. То есть, российская история знала своих лжедмитриев, но я надеюсь, что они не будут оставлять пространство для лжепутиных. Давайте перейдем к вопросам, которые нас интересовали вот на этой неделе, плюс-минус. И вот саммит СНГ и золотые кольца в подарок. Путин таким образом вроде как хочет вернуть статус лидера, я правильно понимаю? Или какой-то в этом другой подтекст? На самом деле я, как фанат Толкина, всю неделю вспоминал те самые строчки. Одно кольцо, что правит всеми, одно главнее всех. Оно соберет все вместе и заключит в тьме, в земле Мордор, где царит мрак. Ну то есть, очень проглядывается, знаете, диктаторская любовь к знаковости, к каким-то иллюстрациям, иногда даже чрезмерным. То есть, я боюсь, что мы слишком много уделяем внимания тому, что по сути является еще одним симптомом вот этой мании величия, которой Путин страдает последние годы. На самом деле, ну это такой знаковый подарок того, что на вас теперь стоит клеймо. Но смотрите, золотое кольцо примерил только Лукашенко. Другие не посчитали это нужным. Ну это очень четко показывает, кто хочет выслужиться. Это очень четко показало тот, кого и ФСБ, и в целом Кремль крепче всего держат за все, за что они могут держать. То есть, это четко показало то, насколько Лукашенко зависим перед Путиным, насколько он действительно пытается даже в таких мелочах показать полную лояльность российскому диктатору и показать полное следование тому, что он навязывает. Давайте не забывать, что Девять колец – это то, что Саурон, то есть главное воплощение зла, раздал смертным правителям. То есть, Путин себя даже Сауроном не считает. И если продолжать вот эту шутку, продолжать вот эту логику, то эти Девять колец СНГ раздал Китай. И, по сути, для Китая, как мы это видели на саммите в Самарканде, когда был саммит Шанхайской организации сотрудничества, как мы это видели во время ДКБ, Китай очень четко наблюдает за тем, как Россия может контролировать свой регион. Действительно ли Россия имеет на Центральную Азию, на постсоветское пространство то влияние, которое она имела раньше? Очевидно, Китай все больше и больше убеждается в том, что Россия такого контроля, такого влияния не имеет. А отсюда, называется, это точно не совпадение. Мы видели после саммита ШОС, после саммита ЛДКБ новые и новые раунды переговоров с американцами. По поводу технического обмена, по поводу торговли, несмотря на обострение вокруг Тайваня, несмотря на общие тренировки военные с Россией, США для Китая намного интереснее. И мне кажется, и сейчас, в скором времени после этого заседания, мы опять-таки увидим сближение США и Китая по одной из этих областей. Китай скажет Путину, Володя, пора заканчивать. Китай давно уже это говорит Путину, но нам нужно понимать, что Китаю, как бы это странно ни звучало, эта война и выгодна, и невыгодна одновременно. Какая там выгода, достаточно очевидно. То есть Китай отвлекает внимание Запада от вопросов в Южно-Китайском море. Китай отвлекает внимание Запада от вопроса уйгуров. Он также не дает Западу, кроме США, полноценно реагировать на Тайвань. Он также, давайте вспомним историю про АЮКУС, союз Британии-США-Австралии. Давайте вспомним про новую стратегию Европейского союза в Индотихоокеанском регионе, про стратегию нацбезопасности Франции и Британии, которые также этот регион обозначают как ключевой. Из-за агрессии Российской Федерации эти темы, по сути, отошли в тень. И на самом деле Европа, хотя она планировала на 2022-2024 года активно заняться Индотихоокеанским регионом, то есть всей территорией, которую Китай считает своей, и Европа, и Запад в целом более комплексно, они не смогли начать работать с этой темой. То есть на самом деле агрессия России для Китая полезна, выгодна. Но чем она невыгодна, тоже достаточно очевидна. Китай постоянно под угрозой санкций. Китаю постоянно нужно лавировать между США и Россией. То есть он же не может бросить Россию, потому что это будет восприниматься как поражение Пекина. Но он не может и поддержать Россию, потому что тогда это обострит отношения настолько, насколько Китаю это будет невыгодно. И поэтому он теряет рынки, он теряет деньги, он теряет нормальные отношения с Западом, который бы мог намного легче построить. И получается вот такая двоякая ситуация. Соответственно, отсюда мы видим двоякую риторику Китая, которая говорит о том, что война была начата агрессивным Западом. Это все США виноваты в войне. У России есть свои правильные претензии. Но мы уважаем территориальную целостность и независимость Украины. И будем поддерживать Украину в противостоянии агрессии. То есть настолько и нашим, и вашим позициям мы редко у кого видим. Послание президенту Казахстана, это так расцениваю я, за несколько дней до самого саммита на российском телевидении предложили, кстати, напасть на Казахстан. Там тоже, оказывается, есть лаборатории, которые, как в Украине, непонятно какие, но химические обязательно, которые несут угрозу. В чем это было предупреждение? На самом деле это довольно старая пластинка. Еще давайте вспомним во время проверки боеспособности Центрального военного округа Шойгу в 2020 году говорил о том, что вопрос о границах Казахстана в обозримом будущем остается открытым. После этого у нас сразу, откуда ни возьмись, конечно же, в кавычках, появились статьи об историческом Северном Казахстане, который был заселен там, кто-то писал еще волжскими ушкуйниками, кто-то писал там казаками, именно российскими, конечно же, не украинскими, и что это территория, которую россияне подарили казахам, бла-бла-бла-бла-бла. Очень знакомые нарративы по поводу этих территориальных подарков. То есть на самом деле это старая тема, которую российские военные и историки очень давно продвигали. Сейчас эта тема обрела уже и политический характер, потому что давайте посмотрим на то, как Путин себя повел с Такаевым. Еще в тот момент, когда придушивали так называемое восстание в Казахстане, то российские войска, потому что это действительно были российские войска, там участие других стран у ДКВ было минимальным, российские войска не дали возможности силовому блоку Казахстана себя проявить. Они по сути, мы знаем, что была такая договоренность о том, что будет показано, как будто это было освобождение народа своими же сыновьями, своими защитниками, то есть казахскими войсками. Этого не произошло. По сути, была интервенция, прямая интервенция российской армии, которая решила все вопросы. Далее, мы знаем, что Такаеву обещали новые преференционные договоренности в сфере торговли, в экономике, во многих других областях. Все это не было подписано. Путин сконцентрировался на подготовке к войне в Украине, и потому все вот эти дополнительные договоренности, все его обещания для Центральной Азии сошли на нет. Далее, очень важный вопрос для Казахстана – это конфликты, которые рядом с ним происходят. Это и обострение в Афганистане, потому что мы видим, Талибан все меньше и меньше способен контролировать своих военачальников в приграничных территориях. Мы видим, что конфликт между Киргизстаном и Таджикистаном все так же находятся в точке неопределенности. И Россия, как она себя видела, как лидер региона, должна была эти конфликты решить или как минимум стабилизировать ситуацию. Этого сделано не было. И Казахстан остался уязвим для этих угроз. Соответственно, мы видели потом даже энергетическое противостояние, когда Казахстан перекрыл, по сути, газотранспортную систему российскую через свою территорию. А Россия в то же время не впускала в Казахстан несколько эшелонов с углем, который был необходим Казахстану в подготовке к отопительному сезону. То же касается, например, факта, что казахи не пустили на свою территорию рекрутеров ЧВК ВАГН. То есть на самом деле противостояние с Казахстаном идет очень низинно, очень незаметно, но это противостояние идет постоянно. И поэтому россияне хотят казахам напомнить, кто здесь все еще обладает большим войском. Ну то есть это пугалка на будущее. А будущее такое случится, что Россия нападет на Казахстан? Или уже все? Или уже силенок нет? Честно говоря, сложно сказать. На самом деле, если посмотреть на потенциал российской армии, на ограниченную наземную операцию, я, к несчастью, не профильный военный эксперт, поэтому мои такие умозаключения, это скорее анализ информационного поля, которое мы видим. На проведение ограниченной наземной операции российских войск еще хватит. Но проведение такой операции, это, соответственно, открытие второго фронта. Это, соответственно, очередные пакеты санкций. Это отвлечение внимания от Украины. Это потеря точная, потеря одного из украинских фронтов. То есть или полная потеря Востока, или полная потеря Юга, включительно с Крымом. То есть на самом деле, даже если Россия способна на такую операцию, политические и военные риски, которые за собой несет начало этой операции сейчас, слишком велики. Но мы знаем, что от того, чтобы кого-то попугать, какие-то риски Россию никогда не останавливают. Хорошо. А заменить поражение в Украине победой в Казахстане не могут? Хороший вопрос. Ну, тогда им действительно нужно тогда смириться с поражением в Украине. Как мы видим по мобилизации, по переброске сил, по попыткам обстрела, вот даже сегодня недавний обстрел полномасштабный, они не готовы с этим смириться. Они не готовы признать поражение в Украине. То есть для того, чтобы переключиться на Казахстан и, тут важно, как вы правильно сказали, победить в Казахстане, им нужно полностью закончить в Украине. То есть сдаться, проиграть в Украине. А мы видим, что для них эта тема настолько болезненна, что они к этому сейчас прямо не готовы. Они не могут признать эту реальность. Это их проблема, наверное. Ну, и наша, конечно, проблема, потому что умирают наши граждане. Россию исключат из ООН. Такое громкое заявление делают наши политики. И вот пару дней назад официально поднимается вопрос об исключении России из СовбезООН. Как считаете, случится вообще такое? На самом деле это возможно. То есть очень долго эта тема обсуждается. И всегда, когда мне задавали этот вопрос, я напоминал, что в ООН, в принципе, не существует процедура исключения участников. А это значит, что по праву международных организаций, если нет конкретной процедуры под конкретное решение, такие решения принимаются обычным голосованием. Ну, то есть в Уставе четко сказано, еще в первых установочных пунктах, где сказано, как проводится голосование, что такое голосование и так далее, там четко сказано, что все вопросы, которые отдельно не прописаны, должны решаться голосованием. То есть никогда не было такого, что невозможно провести ту или иную операцию. Да, нет процедуры, нет правил, но есть голосование, есть основной инструмент, который должен решать любые вопросы, которые отдельно не прописаны. Поэтому на самом деле украинская делегация в ООН, это я знаю не понаслышке из общения и совместной работы с нашими дипломатами, украинская делегация очень долго работала над этим вопросом. То есть тут нужно отдать должное господину Кислице, лидеру нашей делегации в ООН. Он поднимал вопросы об исключении России и о неправомерности нахождения России не только в Совбезе, но и в ООН еще несколько лет назад. Он активно работал над этим в информационной сфере. То есть украинская делегация была готова к этому сценарию. Украинская делегация искала союзников. Мы знаем, что есть целый набор делегаций, которые открыто с нами подписывали документы и проводили общие мероприятия, как раз касающиеся этой темы. То есть как раз сейчас у нас уникальная возможность, чтобы этот проект все-таки удался, потому что мы к этому были готовы. Сколько нужно голосов, чтобы исключить Россию? Какое голосование? По сути, ну как я уже сказал, если ничего не прописано, все идет по решению Генеральной Ассамблеи. В нашем случае, скорее всего, будет применено так называемое голосование профильного большинства. Возможно, точный перевод неправильный, потому что в основном работал с английскими терминами. Но логика в чем? Это 75% проголосовавших. То есть это процедурный формат голосования, который дает квалифицированное большинство голосов и абсолютно точно обозначает то, что решение было принято. На самом деле, я даже не уверен, что секретариат ООН будет настолько заморачиваться и намного проще будет провести это голосование обычным большинством. То есть 50% плюс 1%. Проблема только в одном. Мы имеем очень большое количество стран, особенно африканских, особенно из Южной Азии, которые в основном склонны воздерживаться при голосовании. Поэтому перед тем, как мы перейдем, соответственно, к процессу этого голосования, нам нужно убедиться в их поддержке. И поэтому, несмотря на то, что само голосование может пройти достаточно быстро, работа с поддержкой вот этих, мы их называем желтыми странами, потому что значок голосования, когда страна воздержалась, он желтый. Вопрос работы с этими странами, он все еще для нас более чем актуален. Если не получится, еще раз можно будет провести подобные? Скажем так, в это же заседание, то есть на протяжении этой сессии нельзя. Но опять-таки новая сессия откроется буквально уже в следующем году. Поэтому абсолютно спокойно этот вопрос можно поднять. Кроме того, кроме Генеральной Ассамблеи, вторым органом ООН, который имеет право принимать решения, имеющие юридические последствия, юридические обязательства, является Совет Безопасности. Конечно, тут сразу же встает вопрос о праве ВЕТа, тут сразу же встает вопрос о китайском праве ВЕТа. Но опять-таки, как мы с вами до этого говорили, с Китаем, США и ЕС ведут очень активные переговоры. Их очень активно убеждают в правильности прозападной позиции, или как минимум неправильности российской позиции. Поэтому, если не получится с первого раза в Генеральной Ассамблее, мы, конечно же, сразу переключимся на работу с Советом Безопасности. Россию исключают из ООН. Что дальше? Тут применяется несколько механизмов. Во-первых, мы знаем, что в уставе ООН есть понятие страны-агрессор. И, соответственно, там сказано в очень общих чертах, что со стороной-агрессором никто из членов ООН не должен иметь союзнических, близких или каких бы то ни было отношений, которые могут усилить эту агрессию. Поэтому, в первую очередь, мы тогда сможем раскручивать тему того, что санкции на Россию должны быть не просто западными и украинскими. Санкции на Россию должны быть глобальными. И Россия должна быть полностью ограничена, полностью изолирована от адекватного сотрудничества, адекватной мировой дипломатии. Это во-первых. Поэтому, в первую очередь, это поможет нам в санкционном режиме. Второе. Это действительно нам поможет в Совете Безопасности. То есть мы сможем принимать юридически обязательные решения для самых сильных и крупных мировых держав. И, соответственно, Россия не сможет уже блокировать эти решения. И мы будем создавать таким образом новую повестку международного права. Потому что предыдущее международное право было российской агрессией и российским поведением фактически уничтожено. И все специалисты сейчас об этом говорят, что нам нужно создавать новое международное право, которое позволит нам удержать агрессоров будущего, будь то Китай, будь то Россия, будь то Иран, от возможных новых таких обострений. И поэтому, по сути, удаление России из ООН, это будет первый шаг к тому, чтобы, во-первых, саму Россию изолировать и задавить, а во-вторых, начать формировать новую адекватную систему международного права, которая не позволит такой агрессии повториться. Россия будет психовать по этому поводу? Как это проявится? Ну, на самом деле, вой на болотах стоять будет безумной. Мы знаем, что Россия, конечно же, сразу заявит, что никогда ООН и не было в числе ее приоритетов, что они и так уже несколько лет, кстати, не платили свои взносы исправно по многим организациям в среде ООН. Поэтому они точно сделают из этого демарш дипломатический, они покинут зал заседания максимально пафосно, они выйдут из всех инспекций, они выйдут из всех общих договоренностей по культуре, экологии, гуманитарным вопросам. Они очень показательно перестанут давать статистику, они станут терроинкогнито информационно по многим вопросам, потому что нужно понимать, что именно ООН формировала очень большую массу информационной статистики по разным странам. Поэтому они из этого сделают очень большое дипломатическое и политическое представление. Они действительно будут обижены до крайности, возможно, будут какие-то провокации с представительством ООН в самой России. То есть это могут быть попытки поджога посольства или забрасывания посольства чем-то. Кувалдами, да? Кувалдами, как в Финляндии. Например, да. Ну то есть ЧВК, Вагнер, конечно же, они любят этим поддаваться. Но на самом деле я очень сомневаюсь, что далее вот таких политических демаршей зайдет дело. Потому что ну что они могут сделать? Какие у них остались методы влияния? Войну объявят. Ну так извините, уже все. Хорошо, подведем точку. Выгоняя Россию из ООН, войну на сколько сокращают в месяцах? Это очень сложный вопрос. Это очень сложно посчитать. Но выгоняя Россию из ООН, мы мало того, что точно уменьшаем и ослабляем потенциал России и политически, и экономически ввиду новых санкций и ограничений. Кроме того, мы уже без России, уже без ее представителей имеем возможность поставить для нее ловушки будущего. То есть, как я уже говорил, создавая новую систему международного права, новую систему санкционного режима, наказание стран-агрессоров, мы по сути, вот эту дорогу к трибуналу и осуждению расшизма, которую сейчас делают наши дипломаты и юристы, мы эту дорогу выкладываем очень хорошим и качественным асфальтом. Буквально немецким автобаном. И поэтому изгнание России из ООН – это еще и вопрос справедливости. То есть, как многие сейчас говорят, что Украине не нужен мир, Украине нужна справедливость. И как раз изгнание России из ООН и вся последующая работа – это и будет прокладывание нашего скоростного шоссе к достижению этой справедливости. То есть, посадить. Абсолютно точно. Недавное заявление министра иностранных дел господина Лаврова, который заявил, что неназванные официальные лица Пентагона якобы угрожают физическим устранением некого господина Путина. Это может быть правдой? Или это все-таки придуманная Лавровым чушь? На самом деле, эта американская традиция неназванных представителей какого-то там министерства – это то, чем россияне спекулируют очень много. На самом деле, есть целый набор людей. Например, есть бывший конгрессмен демократической партии, там созыва еще времен Буша-старшего. Есть, например, Скотт Риттер, бывший аналитик Пентагона. Есть бывший работник Госдепартамента Вильям Пэтнер или как-то так его. Но меньше с этим. Они все могут быть неназванными источниками. Но у них всех есть одна хорошая особенность, хорошая в кавычках. Они все сидят на зарплате Кремля. Они с самого начала полномасштабного вторжения транслируют абсолютно кремлевский нарратив, что у России были причины, что Украина агрессор, Украина коррумпированное, недемократическое государство. Вот недавно, к несчастью, бывшая конгрессменка демократической партии Гарланд вышла с таким же заявлением, говоря, что Зеленский на самом деле диктатор и он не должен был быть в Вашингтоне. То есть найти неназванный источник в каком-то министерстве США для россиян – это очень дешево и очень быстро. Поэтому я сомневаюсь, что это кто-то из ныне работающих американских служащих или что это действительно адекватный источник. Вопрос все же. Устранение Путина будет выгодно США или Китаю, вот если так разобраться реально? Скажем так, если США возьмут более реалистичный подход к этой проблематике, то да, устранение Путина будет выгодным. Устранение Путина будет выгодным хотя бы потому, что оно начнет в России хаос. Соответственно, Россия не сможет продолжать агрессию в Украине. Россия не сможет угрожать другим странам. Россия не сможет, по сути, влиять на международную экономику. И, кстати, Россия не сможет даже влиять на выборы в США, потому что для такой полноценной информационной операции нужно все-таки централизированное государство и какая-то общая центральная стратегия. Поэтому на самом деле со всех сторон устранение Путина, и точнее даже не само устранение, а тот хаос, который наступит в результате, тот раздел власти, который на долгое время погрузит в Россию в пучину смутного времени – это действительно выгодно. И США – это выгодно Украине, это выгодно всему Западу. Что касается Китая, с точки зрения того, как они хотят видеть свою политику, им нужна слабая Россия. Такая Россия, которую они смогут контролировать. Такая Россия, из которой они смогут дешево покупать ресурсы. Такая Россия, которая, как Северная Корея, в случае необходимости сможет отвлечь Запад какими-то своими агрессивными действиями. Но, с другой стороны, смерть Путина может быть выгодна Китаю как раз потому, что его смерть, даже если дальше не наступит вот этот сценарий хаоса, который я писал, она приведет к власти нового лидера, который сразу же должен поехать на поклон в Пекин. То есть очевидно, что первая заграничная поездка нового так называемого президента России будет в Пекин. Потому что именно Китай экономически и политически сможет обеспечить легитимность этого нового режима. Поэтому, если Китай готов брать на себя такие обязательства и такие траты, то да, для него тоже смерть Путина выгодна. Смотрите, подсказка Китаю и подсказка Пентагону. Убираем Путина, даем чемодан денег людям, которые непосредственно, генералам, которые непосредственно сидят с ядерным оружием рядышком, вывозим их на самолетах, на чартерных рейсах куда-нибудь в красивую страну, где много девушек и все такое. И они с удовольствием, с удовольствием сдадут эту ядерку тому, кому нужно. Ну, это, конечно, такая полушутка, но в каждой полушутке есть доля правды. А мы давайте перейдем ко второму блицу, уже будем заканчивать интервью. Перейдем ко второму блицу. Напоминаю, что вопросы короткие, ответы короткие. И в этот блиц я собрал несколько вариантов от зрителей, как может закончиться война вот именно завтра. Давайте коротко проанализируем. Закончится ли война завтра, если Путин ведет войска и выведет войска и продаст населению какую-то мнимую победу? Какой вариант возможен? Если мы восстановим всю границу со Сталином в 1991 год, то да. Иначе наши войска продолжат наступление. Ну, россияне поверят, что мы победили. Вот не мы, а они. Честно, два месяца назад я бы еще сказал, что могут начаться какие-то волнения. Сейчас они все схавают. То есть вот Путин сказал, что мы почистили нацистов, мы... Ну, смотрите, с нацистами... Вот очень короткая ремарка. С нацистами это лучшая информационная операция этого столетия. Потому что как уничтожить то, чего нету? А вот так. Это знаете как? Я лучший победитель драконов. Так драконов не существует. Вот видите, как я хорошо работаю. Да, да. Война закончится завтра, если Путин застрелится или его ликвидируют? Война остановится. Война точно заморозится. Это будет шанс для Украины восстановить свои границы. Значит, соответственно, в результате этих событий, да, война закончится. Война закончится завтра, если Путина заставят это сделать свои. Я так понимаю, кремлевские. Сомневаюсь. Потому что для многих в Кремле, для того же Пригожина, для того же Кадырова, ситуация с войной достаточно выгодна. Они на войне очень много выиграли. Поэтому, опять-таки, это может заморозить войну на какой-то период. Но русские не оставят эту идею. Война закончится завтра, если об этом попросит Китай. Ну, видимо, попросит это такое общее слово. Заставит. Нет, боюсь, что нет. Потому что Китай давно стоит на позиции того, что эта война должна была уже идти к концу. Мы знаем о тех договоренностях про два месяца. О том, что Путин, по сути, у Китая брал разрешение на два месяца войны. Но, как мы видим, до сих пор Китаю это не удалось. Ну, если верить Дали, то время течет медленно, да. Неудачи после очередной мобилизации заставят Путина закончить войну? Думаю, нет. Скорее, это заставит его использовать уже какие-то крайние ресурсы, скрести по каким-то боковым сусекам. Но так или иначе, не думаю, что какие-то внутренние проблемы заставят его остановиться. Просто уже поздно останавливаться из-за внутренних проблем. Вот хотел бы в конце сказать россиянам небольшую ремарку, что когда Путин начнет скрести по сусекам, как в известной вам всем сказке известного вашего автора, то это означает, что убьют уже многих ваших людей. Ну, это так, ремарка. Александр, большое спасибо вам за сегодняшнее интервью. Будем ждать победы Украины и то, что Россию выгонят из ООН. До свидания. До свидания.